Спасибо всем, кто подписывается на канал, вы большие молодцы! Всего 70 тысяч подписчиков осталось, и я заказываю вот этот вот мистери бокс с ebay за 800 тысяч рублей! Ну а сегодня я тестирую мистери боксы из России! Всем привет, всем привет! Меня зовут Костя Павлов, и наконец-то этот день случился! Все боксы, мистери боксы из России пришли, и я готов вам показать, что же там внутри, во-первых, а во-вторых, самый главный вопрос, окупились мы или нет? И начнем мы с сайта, который так и называется, mysterybox.ru Молодцы, захватили себе хороший домен! У меня в руках комбо бокс, который стоит тысячу рублей! Просто, конечно же, интересно, во-первых, что там? Тысячу рублей-то уж, ну наверняка можно окупить, ну правда! Итак, такие коробки мы уже умеем открывать! О, это, это, а что, а что? А что здесь с комбо? А-а-а! Типа наушники положили, поэтому типа комбо бокс! Вот это, по-моему, вообще везде, просто везде, где только не лень! Вот такие штуки, ладно, мы не ели! Шоколадка! Самая обычная, стандартная, они продаются в магазинах! Такие маршмеллоу уже тоже тысячу лет продаются, и все! И все! Вот это вот тысяча рублей! Чисто по ощущению, не окупился! Ну да, конечно! Комбо бокс для парней! Тоже тысячу рублей стоит он! Наверняка вы спросите, Костя, а почему ты считаешь, что должно окупиться? Ведь они же должны на чем-то зарабатывать! А я вам отвечу! Тут все очень просто! То есть, если цена товаров, которая лежит в коробке, тысяча рублей, то это уже, в принципе, нормально! Но они-то купили ее оптом! Значит, для них это дешевле! То есть, нужно класть все-таки хотя бы на тысячу! Так, мистери бокс для парней! Тут уже что-то поинтересней! Так, жвачка у нас лежит! Вагон Виллз! Да не, ну правда, ну это же просто самый обычный вагон Виллз! Он даже без этого, без джема! И фигурка... Ну, я вот вам честно скажу, фигурка неизвестного мне парня! Давайте представим, что я тот парень, который получил этот бокс! И я бы сказал бы, извиняюсь, нахрена мне это! Ну, фигурка нормальная! Прикольная, наверное, даже! И, возможно... Ну, такая специальная! Для фанатов вот этого героя, наверное, круто! Ну, ладно вам! Нифига себе! Нифига себе, смотри! Это не княка фигурка Хэйд... Кнекер Кандо Хэйдс Рику! Блин, я уверен, что я такую сейчас хрень сказал! Ну, и она стоит 1090! Ну, плюс там вот этот вагон Виллз! Плюс это... Бокс окупился, конечно! Ну, честно сказать, вот нахрена бы он мне нужен был! Ну, вот серьезно! Вот чтобы что с ним не делать? Комбо-бокс для парней окупился! Еще один бокс от этой же компании! Официальная компания Мистери Бокс в России! Назовем ее так! Иксель называется! И знаете, сколько он стоит? Даже я, блин, не знаю, сколько он стоит! Шесть! Шесть тысяч? Ты сиди! Сколько? Шесть! Шесть тысяч стоит! Короче, чтобы вы понимали, на своем втором канале Павло Флайт, ссылочка в описании, я открывал уже российский бокс и был приятно удивлен! Поэтому я решил сделать и на основной канал тоже! Так, ну размер XL, конечно, говорит нам о том, что здесь что-то большое и много! Начнем с маршмеллоу! Фигня полная! Никому не нужная фигня! Еще одна! Никому не... Ну, хотя, это что-то прикольненькое! Ааа, ну, блин! Здесь вкусняшки неплохие, кстати! Ааа, вот такой вот термос! Смотрите, это прям вот Мистери Бокс! Прям официальный! Ну, куда же мы без пауэрбанка, ребят? Не, ну это просто нереально никуда! Маршмеллоу-крем! Вот такого я вообще никогда не видел! Барафон мини... Что это такое? Колонка, видимо, видимо! Ну, наушники вот эти китайские, я знаю, они там стоят порядка 200 рублей! Это прям, ну, совершенно точно! И самое большое в этой коробке... Опять фигурка! Ооо, Биошок! Это что-то чуть поинтереснее, чем прошлая фигурка, но тоже для меня достаточно бестолково! Короче говоря, честно, я вот лично считаю, что нельзя класть что-то подобное в бокс для парней! Потому что, ну, не факт же, что парень обязательно должен, да, увлекаться вот этой вот игрой, к примеру! Я, например, не увлекаюсь, поэтому мне бы эта фигурка была бы совершенно бестолкова! Вы уже слышали, что наши друзья из Литишопс разыграют белую Теслу! Оказалось, это еще не все! На Черную Пятницу начался розыгрыш еще одной Черной Теслы! Давайте по порядку! Весь мир ждал Черную Пятницу, время распродаж и скидок до 70%. Действовать они будут целую неделю, до 28 ноября! И закупиться можно в несколько раз дешевле! Мои друзья из Литишопс поддерживают распродажи, поэтому на этот период делятся горящими кэшбэками более чем у 30 партнеров! Размер кэшбэка увеличили до 6 раз! Если с обычным кэшбэком вы вернете 200 рублей, то с горящим кэшбэком вы вернете 1200 реальных рублей! А теперь вишенка с 22 ноября за каждый заказ на сумму 25 долларов от топовых партнеров с кэшбэком от Литишопс! Можно получить билет на участие в розыгрыше Черной Теслы и других призов! Я уже думаю, что заказать, да и главное правило, больше билетов, больше шансов выиграть! Все детали розыгрыша смотрите на сайте или в приложении Литишопс! Поэтому скорее выбирайте лучшую цену! Регистрируйтесь в Литишопс, чтобы экономить с большим кэшбэком! И участвуйте в конкурсе на Черную Теслу! Термос Миньон стоит 500 рублей! Аккумулятор Барафон 5200 мА стоит всего 650 рублей, кстати, я думаю дороже, если честно! Колонка Bluetooth портативная, опять же, Барафон стоит 1111 рублей! И самое интересное, это, конечно, вот эта вот фигурка, которая стоит 2290 рублей! Ну и вот этих вот вкусняшек здесь примерно на 600 рублей! Итого, бокс, который стоит 6000 рублей, не окупился! Он стоит 5351 рубль всего-то! У нас еще есть рандом-боксы, есть еще сюрприз-боксы и самые интересные боксы с Авито! Потому что вот эти видно, что это сделано прям какими-то компаниями! А вот это вот, видно, что это сделал скорее какой-то продавец некий! И они самые дорогие! Каждый из таких боксов стоит 20000 рублей! И нам прям продавец обещал, что там будут техники и всякой электроники! Вот как раз на ту сумму и даже больше, чем они стоят! Пока что у нас счет 2-1, а это значит, что я в минусе! Итак, сюрприз-боксы! Здесь подписаны вот так вот, гигабокс! Могу сразу сказать, что, конечно, упаковка здесь намного-намного приятнее и интереснее! То есть, по крайней мере, когда ты такое получаешь, уже как-то, не знаю, настрой очень хороший! Итак, что же нас ждет в гигабоксе? Блин, правда клево! Ну, серьезно! То есть, открываешь красивую упаковку, а здесь еще и красивая коробка! Итак, это у нас вот такой зарядный провод, я так понимаю, с разными там Type-C! Вот такая вот у нас колонка! Кстати, тоже барафон! Я не знаю, что это, наверное, умная зарядка! Что это? Ну, да, похоже на лампочку, как будто умная лампочка! Ну и, конечно же, куда же без него пауэрбанк! Мне кажется, полный подвал пауэрбанков! Но он 20 тысяч миллиампер! Подожди, это тысяча рублей? Ну, здесь как-то поприятнее! Короче, это, я так понимаю, лампочка, еще и заряжалка! Да, у нас есть провод! Еще сразу же! Так, вот смотрите! Лоткнули! И ничего! Ну, а и что? Точь контроль! Подожди, точь контроль! А-а-а! А-а-а! Вон оно что! Фига себе! Прикольно! Вот это клево! Прикольно, правда, прикольно! Итак, провод такой стоит 149 рублей! В общем-то, достаточно ожидаемо! А вот эта вот лампочка стоит 459 рублей! Я, честно говоря, думал, чуть подороже! Но самое интересное нас ждет дальше! Потому что вот такая вот колонка, барафон, вот это вот все стоит 1590! То есть, вы понимаете, что вот эти три предмета уже окупили, собственно говоря, весь этот бокс! И вот этот аккумулятор 20 тысяч миллиампер! Но вы сами знаете, сколько таковое стоит! 2825 рублей! Чего? Да я вам серьезно говорю! Это, в смысле, это дорого для него или что? Нет, вообще в сумме! Все! Сколько в сумме, да? Вот, казалось бы, сколько! А вот столько в сумме! Это в пять раз! Это в пять раз! И вам тоже не верится? У меня тоже, если честно! Потому что, ну, не, я верю, что вот это столько стоит! А, нет, вот это, да! И даже, наверное, верю, что аккумулятор, возможно, столько стоит! Но пять тысяч! Как вообще, как производитель может вообще окупаться тогда? Ну, здесь бокс прям точно окупился! Следующий бокс, который будет мне, наверное, очень сложно оценить, потому что здесь написано «вкусняшки» бокса, и он стоит тоже тысячу рублей! Не знаю, вот эту вот, знаете, еду, вот эти вот всякие, блин, напитки, всякое-всякое, очень сложно искать! Такие жвачки копеечные! О, что-то интересное! Жвачка, в принципе, вот этот тоже, ну, скитался плюс-менюсь обычный! Какие-то такие у нас штуковины, такие! Вот эта жвачка, очень, кстати, стрёмная, её хрен выдавишь, вот правда! Печенье вот такие вот, и маршмеллоу! Чисто по ощущению, либо очень близко к тысяче, либо... Либо что? Либо мы в жопе, да! Правда, здесь сложнее сказать, то есть, да, видно, что здесь прям хорошее наименование, намного больше, чем вот в этом вот боксе! Но на тысячу ли рублей? Чисто по ощущению, да, на тысячу, но, блин, ну, не думаю, что прям уж окупились! Серьёзно! Как с этим быть, если я чувствую, что здесь, ну, в районе тысячи, не больше? Бал туда и туда? Или ничего? Ничего! Во, кстати, точно! Этот бокс ни туда и ни сюда! Так и осталось у нас 2-2! Денежный бокс! Тут, мне кажется, всё будет просто! Ну, вы же помните, да, я такой достаю деньги, там, куча денег, и среди этих денег другие деньги! Тут мы сразу сможем понять, окупились мы или нет, потому что стоит такой бокс тысячу рублей! То есть здесь должно лежать, там, не знаю, 1100! Три, четыре! Опа! А вот подарок! А вот и подарок! А-а-а! Вот она, она! Я-то думал, денежный бокс, это в смысле, как вот мы открывали, там, всё в деньгах, там, короче, и просто ищешь кучу денег, а здесь вон чего! Ну, вкусняшки ничего такие! Наушники, я не знаю, норм! Редми, ну и самое интересное, собственно говоря, сколько нам здесь попалось денюшек! Ну, точно! Да как я ей сказал! А-а-а! Что? Ещё? Да, 200 рублей, извиняюсь! Короче, вот с этими наушниками, правда, какая-то беда, потому что единственное место, где я нашёл более-менее похожие, тоже Realme, это Алиэкспресс, но они, блин, стоят там, 3 тысячи! Что вообще на Алиэкспрессе? Вообще, бывают такие штуки, которые стоят 3 тысячи? Вот скажите мне, пожалуйста! Не знаю, серьёзно, ну, короче, не верится мне, ну, правда, не верится мне, что это 3 тысячи плюс 200 рублей здесь, и ещё здесь вкусняшки! Короче говоря, бокс точно окупился, но не могу понять, насколько! Переходим к рандом-боксу, они такие небольшие, по крайней мере, вот эти коробки, это стоит 500 рублей, это стоит 900 рублей, единственное, что их отличает, это вес, в остальном это просто средний техно-бокс, большой техно-бокс! Начнём, конечно, со среднего техно-бокса, просто я не знаю, вот что можно положить на 500 рублей в коробке? Науш? Ну да, наушники! Да он настолько невесомый, как будто, ну, блин, там как будто ничего нету, вот смотрите, а, нет, что-то есть. Наушники? Наушники! Ну, собственно говоря, да. Ну, давайте сразу ещё один бокс посмотрим. Пауэр-бан, думаешь? Ну, давайте. Нет, колоночка, ну, такая, поэтому она такая увесистая, но, честно говоря, знаете, ощущение, что я только что всё открыл с Алиэкспресс. Итак, наушники такие, как и ожидалось, стоят всего 197 рублей. Этот бокс не то чтобы не окупился, он вообще просто, а потому что где-нибудь в закупке они стоят вообще, мне кажется, рублей 50, если даже не меньше. Этот бокс вообще не окупился. Переходим к этой колонке и... Вадим, твоё мнение? Окупился. Окупился, твоё мнение? Да. Тоже окупился? Молодцы какие-нибудь, чё себе молодцы, а потому что единственная колонка, которую я смог найти на Азоне, стоит 1490 рублей. Вот эта вот колонка стоит 1490 рублей. Я не понимаю, почему она такая дорогая, серьёзно. Выглядит она как-то не очень. Выглядит, да, так себе. На самом деле она здесь так же выглядит. Не окупился, а купился. Мега технобокс от Рандомбокс. Стоимость его 4749, блин, рублей. Вот это, это, это да. Как мы уже с вами поняли, эти ребята неоднозначные. Они могут положить, блин, что-то совсем дешёвое, либо что-то очень приличное. Поэтому тем интереснее узнать, что же нам положили в этот огромный. А я не понял сейчас прикола. Я прям ещё раз перечитаю. Большой технобокс. Я же правильно сказал? Ага. Причём всё вообще шоколадка? Набор для рисования в темноте. Я извиняюсь, это, это, каким образом это вообще технобокс? Ааа, ну ладно, здесь что-то похожее на технобокс. Аккумулятор внешний, но это, хуш, куда же без него. Вот эти просто копеечные. Мега копеечные наушники, которые стоят там в лучшем случае 200 рублей. Ну и такая колонка. Подожди, нам часть из этого уже всё попадалось. И я вам даже скажу, где мне попадалось на моём втором канале Павлов Плей. Переходите, смотрите, там я открываю. Павло Флайт. Павло Флайт, точно. Господи. Павло Флайт, переходите, подписывайтесь. Там я уже открыл много Мистери Бокса Алиэкспресс. Вы такого ещё не видели, правда. Итак, ну чё, ну что, 4 тысячи? Какие нафиг здесь 4 тысячи? Я извиняюсь, конечно, ребят, но никакими здесь 4 тысячами даже и не пахнет. Электрическая точилка. Ну вот это я вообще не понимаю, как это может лежать в техно-боксе, поэтому даже не знаю, как это оценивать. Итак, такой аккумулятор стоит 397 рублей. Вот такая вот колонка стоит 850 рублей. Вот такие наушники, как я сказал, стоят 200 рублей. И это, оказывается, не точилка, как мы подумали, а увлажнитель воздуха. Но он стоит 1350 рублей. Но всё это вместе стоит 2797 рублей. И здесь мы мега не окупились. Счёт пока что 4-4. То есть 4, значит, у нас посылки окупились. Мистери Бокс 4 не окупились. Но мы переходим к самым большим, к самым крутым. Ну, по крайней мере, по цене и по своему весу. Вы просто не представляете, как много они действительно весят. Если вдруг вы не знали, на Авито появилось просто дофига Мистери Бокс. Ну, это было логично ожидать, потому что тема популярна. И, естественно, продавцы с Авито начинают сразу их клепать. Наши русские, так скажем, дельцы начали делать свои Мистери Бокс. И это прям, это прям норм. Тут прям что-то дохрена всего. Я вам... Подождите. Давайте вот отсюда будем вот так вот делать. Потому что здесь вот такое вот. Вот такое вот. Просто ах... Я только сейчас начинаю врубаться. Да охренеть. Это что за херня? Она просто какая-то бесконечная. Проще, мне кажется, было вообще высыпать. Это что такое? Это что такое, мать его? Ёпта, да это же только одна коробка. Да вы совсем что ли? Я же просто без конца так все вытаскиваю. Я, я выклянусь, я серьезно, смотрите. Вы думаете это все? Нет, нет. Это еще не все. Как это считать? Это что нахрен такое? Это что, что-то упало? Я половину из этого даже не знаю, что это. Я даже не помню, что в мистери бокс с ебэя что-то подобное было. Я, я, я искренне не верю, потому что это российский бокс, понимаете? Это не просто какой-то там, ну, с ебэя, но это российский бокс. Что, прикалываетесь, что ли? Да тут смотри, тут же просто я, я. Ну, то есть, ну, здесь же понятно, что это окупилось? Или нет? Не фиг, ну, здесь только мелочи. Не знаю, я тоже, типа. То есть, ты сомневаешься, что это окупилось? Да. Давайте откроем вторую коробку. Охереем по полной, да, и посчитаем полную стоимость. Если честно, мне даже страшно это вскрывать, серьезно. Хотя есть, знаете, очень большая вероятность, что здесь примерно ровно то же самое. Но это кобздец, правда. Я до сих пор не это сам, не могу отойти. Видимо, здесь прямо вот так же все поперло. Давайте, все, поперло, поперло. Я даже не знаю, что это вообще. Просто вот открываем и все. Дальше что? А еще один пылесос, по-моему, да? Да, еще один пылесос. Зарядка в автомобиле, типа удлинитель для автомобиля. Прикольная штука. Еще один джойстик. Геймпад, блин. Это как будто сидит, комментарий пишет, а? Вот это ты пишешь, да, когда я говорю джойстик. Так-то это геймпад, блин. Короче, дальше кусок клавиатуры отодрали просто. Еще одни весы, что ли, наверное? Нет, это беспроводная зарядка. Я так понимаю, еще одна беспроводная зарядка. Ух ты ж, блин. Вот это вот прям называется профессионал микрофон. Вот это выглядит реально дорого. Ну вот это реально. Я не знаю, правда. Я не готов тут оценить, потому что я не знаю, сколько такое может стоить. Но выглядит реально дорого. Слава, Мерло, напиши нам в комментариях, сколько такой микрофон может стоить. Для вас пройдет буквально секунда, а для нас, наверное, минут сорок, пока мы все это посчитаем. Давай. Не надо. Конечно же, все мы не смогли найти, сколько стоит там по цене, но то, что мы нашли, на самом деле, стоит очень и очень даже прилично. Кусок клавиатуры тот самый стоит 3400 рублей. Некоторые беспроводные вот эти вот зарядные устройства стоят по 1640, по 1100, по 1200 рублей. Геймпады 1200 рублей. Автомобильный зарядный по 1000 где-то рублей. Два пылесоса автомобильных стоят 5000 рублей. И самое дорогое, это, конечно же, вот эти вот микрофоны профессиональные. Вот этот стоит около 3000, а этот стоит около 6000 рублей. И казалось бы, что тут просто вау, просто капец, я думал, что все, это просто разрыв, это все. Там еще по мелочевочке то да сё, все вместе, это, короче говоря, и стоит 40000 рублей, понимаете? Вот этот восторг сейчас переменился в реальность, и реальность нам говорит, что мы в этих боксах не окупились, правда. Вот этого во всего здесь очень много, но этого всего примерно на 40000 рублей и есть. Итого счет у нас в конце получается 4-4. То есть 4 бокса окупились, 4 бокса не окупились, что, как мне кажется, очень-очень логично и закономерно. На самом деле это был очень интересный эксперимент. И если он вам зашел, ставьте большой палец вверх, я увижу вашу активность и подумаю, что типа вау, вам это нравится. Значит, в следующий раз я еще раз закажу какие-нибудь другие российские мистери боксы. Это было реально очень интересно. С вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока. Ай-ти. А меня. И тебя. Ай-ти.